Мой дружок пирожок, если тебе нужны деньги, буст уровня, или открытие всего заблокированного, то заходи в мою группу по прокачке. Тысячи довольных дружечков пирожочков уже не думают об умилом фарме. Прокачиваем быстро, качественно, и недорого. Доверь свой аккаунт настоящим профессионалам. Прокачаем как на ПК, так и на все консоли. Ссылочка на группу в описании, переходи, и заказывай самую надежную прокачку. Дружочки пирожочки, всем привет. Ну что, райский уголок для молодых и неопытных дружечков пирожочков открыт. В 4 раза больше денег и опыта сейчас можно поиметь с заданий Ламара или Тревора. В этом видосе мы посчитаем сколько можно заработать на этих заданиях, сколько времени выполнять их, чтобы получить больше денег, и вообще что это за миссии такие. А в конце сделаем забег. 1 час непрерывного фарма на заданиях. Будем выполнять как можно быстрее, заодно глянем, нужно ли спешить. Есть задания легкие, как это например, нужно спиздить один тягач с топливом, уйти от полиции и доставить все это в нужную точку. Ушло у меня на это задание чуть больше 5 минут, и по статистике почти любое задание выполняется примерно в этих временных рамках. Но я рекомендую все таки немного подождать перед финишем, если вы затратили на задание менее 5 минут. Ибо тут работает логика Рокстар. Чем больше времени ты выполняешь миссию, тем больше награда. И по итогу мы получили почти 38 тысяч баксов, неплохо за задания, которые может запустить даже новичок в соло не имея ничего. Но что больше меня привлекает в этих миссиях, это очки опыта. Благодаря этим миссиям можно опнуть свой уровень очень быстро, даже если он у вас уже далеко за сотку. Вот например одна из моих любимых миссий, за вертолетом. Прелесть этой миссии в том, что нет никаких указателей. Ты сел в багги просто следуя за вертолетом, которого поначалу даже не видно, ну а дальше кайфы. Ты просто едешь по прямой, и не важно что там, камни, взлетная полоса, или просто грязь. Ты тупо хуяришь по прямой на багги за 10 тысяч баксов. Ну и как вертолет приземлился, уже начинаешь зачистку. О таком Рокке конечно же тогда еще не думали, что будет винтовка с тепловизором. Но только так можно зачистить территорию издалека, ведь врагов не видно, а нихуярит из-за кустов. Им вообще плевать есть ли какое-то визуальное препятствие. Это конечно же раздражает. Вот прям как тут. Откуда стреляют, как стреляют, так хуй знает. К тому же и бучая мини карта тут до сих пор кривая, и ориентироваться по ней можно только примерно. Ну а дальше берем бричку и катим на ней к Тревору, даже когда играл в сюжетку. Не любил я эту похабную деревенщину. Самый нормальный из этой тройки был только Майкл. Может поэтому его нет в Анлине, ибо на клоуна он не похож. На кукол да-да, но не на клоуна. Эта миссия у меня заняла чуть больше 6 минут, и насыпали за нее больше 50 тысяч денег, и 11 тысяч опыта. Если не за бабками в эти миссии заходить, то за опытом однозначно. Ну и один небольшой эксперимент. Запускаю я значит миссию Ламара, попався, где нужно было одну мартышку спасти из лап других мартышек, а после отвезти в указанную точку. Ну я докатил до фургона, хоть обезьяна за рулем вела агрессивно, на меня они никак не агрелись, пока не бортанули мой выигранный из казика автомобиль. Кстати такую раскраску я не нашел, поэтому решил ее оставить, убрав только уебичный синий цвет. Как всех расстрелял, угольное тело село сразу на заднее сидение, как будто это какое-то бизнес такси. Ну и так как миссии эти стары, тут нет ебанутых бесконечных волн с врагами на автомобилях. Да, братков позвали, прикатило несколько автомобилей, но на этом все, собственно это и логично. Если чел расхуярил 3-4-5 автомобилей твоих бегунков, то посылать еще столько же неразумно. Я изначально решил не спешить в этой миссии, покатать немного. После очередного налета я повез уголька к магазину, но в один момент подумал, мне не платят за скорость, на кой мне его сейчас туда везти. Покатаю немного, подумает что я там войну устроил, еле мартышку вытащил из клепки, заплатит больше. Так что развернулся и поехали в обратном направлении. По пути меня заебывало что черный сидит в моем автомобиле, за моей спиной, и еще дышит. Я остановился, чтобы это тело пересело, но ни в какую. Уголек всячески пытался сесть на задний ряд сидений. Но по итогу все же удалось посадить лысого вперед. Гляньте на эту наглую морду сука, смотри, еще и недоволен чем-то. Типичный калифорнийский примат, его спасают, везут на комфортабельном автомобиле домой. А ебало у него, как будто его везут хлопак собирать. В общем покатали мы с обезьянкой до рассвета. Ушло у меня на эти покатушки почти 14 минут. И вот что по итогу вышло. Почти 70 тысяч баксов, и что самое приятное, почти 15 тысяч опыта. Тут кстати учитывается также опыт убитых врагов. А вот в финальной табличке этот опыт не указан. Но это все равно пиздец как много, я про опыт если что. Естественно все эти миссии можно проходить с дружочками и пирожичками. А некоторые из них только с ними. Одна из самых потных миссий. Учитывая что раньше нельзя было пополнять сныки прямо во время стрельбы. И приходилось быстро надрачивать меню взаимодействия. Эх, были же времена. Сейчас же даже эта потная миссия проходится довольно так и легко. Но при одном условии, что все будут на своих местах. Мы зачистили местность от попугаев. По крайней мере на карте уже никого не было. Но роки решили что некоторых врагов не обязательно отмечать на карте. Пусть они сидят в кустах, за укрытиями, чтобы насовывать нам. Но я пробрался наверх, чтобы взломать компуктер. В это время дружок пирожок должен как бы защищать меня. Но еще из финала судного дня стало ясно, что когда ты занимаешься взломом, тебя боты не трогают. И хорошо бы было, если бы он остался внизу и зачищал всех от врагов. Но он решил войти. Нет, не в меня, а в будку. И тут мы попали в ловушку Джокера. Врагов было так много, что просто пиздец. Как только ты выходил оттуда, тебя насовывали со всех сторон. И если бы не селектора с оружием, где можно быстро пополнить здоровье, мы бы тут и остались. И если вы думаете, что на этом миссия заканчивается, нихуя. Теперь нужно взять буззард и расхуярить еще тел на телевышке. Пока мы туда летели, проблем не было. Естественно я пытался заруинить эту миссию. Как обычно это и делаю, когда с кем-то катаю. Как-то мы проходили второй акт судного дня. Финал Багдана. В конце надо было улететь на Венгире. Все хорошо. Но я решил полообываться. В итоге мы проебали элитку буквально на несколько секунд. Обидно. Да. Смешно. Тоже да. После зачистки первого поста, мы полетели на другой. Там также всех подорвали. Заняло у нас это почти 9 минут и заплатили нам чуть больше 60 тысяч. Зато опыта дали почти 15 тысяч. То есть суммы плюс-минус такие же. Еще решили пройти Лаура и Дарре. Самую простую миссию. Где нужно было спасти черную жирную голову. Добрались до аэропорта. Ёбнули полицаев. Взорвали дверь. Чтобы жирно оттуда вытек. А после сели на самолет и полетели. Сбросили копов. И начали кружить. Я тут опять вспомнил второй акт судного дня. Но ничего. Тут время на нашей стороне. Чуть больше 6 минут. Бесполезная анимация. Где типа жирный должен был уехать. Но не уехал. И нам дали по 50 тысяч баксов. И почти 12 тысяч опыта. Ну а теперь часовой забег с пидром. В этом забеге я буду использовать все доступные технологии. То есть опрессор второй. Примечательно. Но например тот же фантом вэтш или воробья с подлодки вызвать в миссиях нельзя. Что довольно таки печально. По миссиям. Я пойду сверху списка вниз. Естественно буду катать в миссии. Где можно играть в соло. То есть все лоу рейдеры сразу отпадают. И кое какие интересные миссии. Где нужно минимум 2 игрока. Делать буду все быстро. Ну и по крайней мере делать вид. Размусоливать ничего не буду. Тут мы просто глянем какая миссия. За какое время сколько принесла денег. Естественно каждую миссию я вам показывать не буду. А лишь составлю список. Если сравнить время. То получается меньше часа. Так как львинную долю я тратил все таки на загрузки и поиск подходящей миссии с списка. Попытался как-то отметить все подходящие миссии. Зашел в раздел отмеченные. Но там уже ничего не было. Что по итогу. Самая быстрая миссия. Которую я прошел менее чем за 2 минуты. Принесла нам меньше 10 тысяч баксов. То есть очень быстро проходить миссии я не советую. К тому же у некоторых миссий было одинаковое время. Но денег дали по разному. Да. Все зависит от сложности миссии. Коэффициенты хоть и похожи. Все же они разные. Но выискивать ту самую миссию не вижу смысла. Мы все таки играем ради удовольствия. А сам фарм денег и опыта как приятный бонус. Самая же долгая миссия принесла нам больше всего денег. Что вполне логично. И по итогу за час нам удалось заработать более 70 тысяч опыта. И 340 тысяч долларов GTA. И если с деньгами все довольно таки печально. То вот опыта тут реально можно хорошо нафармить. У Павлика теперь например юбилейный 300 уровень. Что как по мне. Просто заебись. Ну и под конец я бы хотел сделать небольшой бонус. Сколько можно будет заработать со средней миссии. Если проходить ее более 20 минут. Получится ли заработать 100 тысяч за одну миссию или же нет. Взял миссию брюлики Тревору. За нее немало вроде платит. Миссия в несколько уровней. То есть скучать не придется. Но ждать просто так 20 минут я не стал. Сделал себе кое-какие условности. Во-первых транспорт. Чтобы добраться до места с алмазами я решил что буду брать попутку. Сначала автомобиль должен быть белого цвета. После красного. А далее черного. А после снова белого. Автомобили можно брать те. Которые едут или стоят в попутном направлении. Когда я начал эту херню. Подумал что я все 20 минут убью только на это. Но нет. На трассе уже автомобилей было намного меньше. И я по сути за 10 минут добрался до нужной точки. Убивать врагов я решил только с золотого револьвера. Не думайте что у меня крыша съехала. Или это очередной лайфхак из тиктока. Когда тело тиктокерское начитерило мешок денег. Спрятало это где-то в подвале. А после показывает. Мол. Вон смотри. Приезжай сюда. Тут деньги раздают. У меня же просто такой способ убить время. Поверьте мне. Если просто стоять и ждать. То часики тикают медленнее. Ну в общем я добрался до локации с алмазами. Расстрелял там всех вояк из револьвера. И отправился к океану. Чтобы сесть в нужную лодку. Естественно добраться до финальной точки можно только на ней. Но и тут я решил чутка потянуть время. Автомобили. Приехал я на белом. А тут красный. Значит берем его. Тут же в направлении еще и черный. А значит и его нужно взять. Добрался до нужной точки и пошел на пирс. Никакой лестницы там не было. То есть пришлось бы прыгать. А это тоже не вариант. Значит обходим этот пирс и спускаемся вниз как белые люди. Под пирсом все таки пришлось намочить костюмчик. Чтобы забраться на лодку. Ну и поплыли. Времени еще достаточно много. А врагов как назло мало. Всего одна лодка и вертолет. На самом деле стреляю из этой самовзводной шляпы. Я думал что сейчас сдохну. Но повезло. Шоколадки залетели в Павлика на ура и он смог расхуярить всех кто был в лодке. Ну и вертолет. Пилота значит я убил. А тело которое сидело сбоку. Нет бы прыгать. Чтобы спастись из падающего вертолета. Продолжало по мне стрелять. Классика ЖТ Анлин. Ну и оставшиеся 5 минут я потратил на то. Чтобы посмотреть на малиновый закат. Покурить немного. И в конце концов добраться до финишной прямой. Если быть точным. У меня это заняло 20 минут и 10 секунд. Ну чтобы наверняка. И по итогу что. Ахуй без масла. А не 100 тысяч. Да деньги большие. Но как по мне. Идеальное время для прохождения любой миссии. Это чуть больше 10 минут. Лучше эти дополнительные 10 минут потратить на другую миссию. И тогда вы сможете заработать даже больше 100 тысяч баксов за эти 20 минут с двух миссий. Так как идет базовая ставка. А после уже надбавка за время. Зато уровни насыпали. Что паблик опнул до 301. И реально руки чешутся сейчас катать дальше в это все. Чтобы только качнуть уровень. Который заебато качается на этих миссиях. На этом все мои дружочки пирожочки. Спасибо за просмотр. Всем бб. Всем гг. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.